МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире вечерний выпуск новостей в студии Михаил Карин. Вот о чем расскажем в ближайшие 20 минут. Справки, термометры и маски. Детские сады Оренбуржья начинают принимать воспитанников. Не согласны с приговором. Гособвинений странозащиты экс-мэра Евгения Рапова подали апелляцию. Августовское совещание в режиме онлайн. Особые правила нового учебного года обсудили педагоги области. Амброзия и горчак ползучий. Поля и городские улицы заполонили карантинные сорняки. На старте Оренбург готов встретить кинофестиваль «Восток-Запад» классик и авангард. В спортивном азарте наши спортсмены представляют регион на чемпионатах России по бильярду и тяжелой атлетике. Прокуратура обжалует приговоры экс-мэру Оренбурга Евгению Рапову. 4,5 года колонии строгого режима, по мнению надзорного ведомства, слишком мягкое наказание. Страна обвинения будет настаивать на ужесточении приговора для бывшего чиновника. Соответствующая апелляция уже поступила в Ленинский районный суд. Гособвинение считает, что вина Евгения Рапова по всем инкриминируемым преступлениям полностью доказана, а все обстоятельства каждого эпизода по делу были представлены в суде. При назначении наказания за взятки, считают в прокуратуре, суд учел исключительные обстоятельства. Как следствие, приговор экс-чиновнику вынесен ниже низшего предела. По мнению представителей надзорного ведомства, данное преступление, наоборот, имеет повышенную общественную опасность. Никаких исключительных обстоятельств, которые каким-либо образом снижали степень общественной опасности, совершенного преступления не имеется. Данное преступление было совершено Раповым и с корыстных повуждений, то есть с целью личного угощения. Каких-либо тяжелых жизненных ситуаций, которые бы толкнули его на совершение данного преступления, по делу не установлено. Напомним, экс-главу Оренбурга признали виновным во взяточничестве. С учетом смягчающих обстоятельств, 13 августа его приговорили к 4,5 годам колонии строгого режима. Штрафу в 15 миллионов рублей и пятилетнему запрету работать на госслужбе. Следствие и судебное разбирательство продолжалось два года, а общий объем уголовного дела составил более 30 томов. Итоговый приговор судья зачитывала два дня. Известно, что сторона защиты также обжалует это решение. И теперь к информации о коронавирусе в области. За последние сутки два смертельных случая и 96 положительных тестов на COVID-19 подтверждены лабораторно. Таковы данные федерального оперативного штаба. Общее число зараженных в регионе с начала пандемии вплотную приблизилось к 9 тысячам и составляет 8 981 человек. 69 пациентов умерли от коронавирусной пневмонии. Из стационаров сегодня выписано 165 человек. В общей сложности более 7 тысяч жителей области преодолели коварный недуг. Детские сады Оренбурга начинают свою работу. 21 августа свои двери откроют 64 дошкольных учреждения. В понедельник, 24 числа, к работе приступят еще 74. Все сады получили разрешение от регионального Роспотребнадзора. Какие требования выполнены и как теперь будет построена работа, рассказали в управлении образования администрации города. Почти неделя потребовалась на проверку дошкольных учреждений надзорным ведомством и столько же самим детским садам на устранение выявленных проблем. Весь персонал в обязательном порядке прошел медицинское обследование. Теперь тоже требуется и от воспитанников. Чтобы ребенок был зачислен в свою группу, вернее, чтобы он вернулся в свою группу, нужно будет две справки. Справка от педиатра о здоровье и вторая справка, которую дает инфекционист в поликлинике по месту жительству о санитарно-эпидемиологическом благополучии того места проживания, откуда пришел ребенок. Дошкольные учреждения будут работать с соблюдением всех эпидемиологических требований. На входе воспитанников теперь ждет обязательный утренний фильтр. В течение дня воспитателям предстоит следить за самочувствием детей. Кроме того, ежедневно будет проводиться обеззараживание группы и обработка игровых комплексов. А вот ношение масок и перчаток для дошкольников не обязательно. Конечно, все ребята и их родители очень ждут, чтобы детский сад открылся. Я так думаю, что порядка 100 человек мы ожидаем завтра. Группа будет функционировать в режиме 12 часов, как в обычном штатном режиме. Структура детского сада остается прежней – 6 возрастных групп. Сегодня в Оренбурге работают 48 детских садов в формате дежурных групп. Их посещают более 500 детей. С полным открытием дошкольных учреждений планируется. Что-то цифра увеличится почти в 5 раз. Анастасия Кубатко, Георгий Бурлуцкий. Новости дня. Онлайн – новый формат проведения итогово-августовского совещания. В первую очередь педагогов волнует, как вернуть детей к привычной системе образования после дистанционки в новых условиях. Традиционное совещание в нетрадиционном формате. Из-за пандемии педагоги обсуждают вопросы начала учебного года и подводят итоги предыдущего дистанционно. В первую очередь речь идет об изменениях, связанных с эпидемиологической ситуацией. Самым главным будет зонирование. Дети будут собираться на площадке перед школой и централизованно заходить в здание все вместе. Педагоги обязаны будут ходить в масках. Ими учителя региона обеспечены, заявила в своем выступлении министр здравоохранения Татьяна Савинова. Дети смогут обойтись без средств индивидуальной защиты. Очень важно для нас, это достаточно проблематично опять в больших школах, это разобщение во время перемен. Перемены будут скользящие. Это не значит, что вся школа в одномоментно выйдет на перемену. Нет. И мы готовим сейчас, чтобы у каждого класса была возможность специально его рекреации на время перемены. Опыт дистанционного обучения все же оказался полезным. Его будут учитывать при работе с маломобильными детьми и в период сезонных карантинов по гриппу. С 1 сентября в регионе во всех школах учащиеся первых четвертых классов будут обеспечены горячим питанием бесплатно. Наш регион один из первых оказался готов выполнить это поручение президента. Изменения ждут и педагогов. Теперь классные руководители будут получать дополнительно по 5000 рублей. При этом будут сохранены все региональные и местные выплаты, заверил министр образования. На следующей неделе подобные августовские совещания пройдут в муниципалитетах. 21 августа в Оренбурге стартует 13-й международный кинофестиваль «Восток-Запад. Классик и авангард». Ценители киноискусства ждет неделя новых лент. Встречи с российскими звездами театра и кино, известными режиссерами, сценаристами, критиками мирового уровня. В этом году, в отличие от предыдущих, не будет лишь гостей из-за рубежа. В программе кинофестиваля порядка 60 картин из 13 стран мира. Сегодня на площади перед Музеем истории города уже готов кинотеатр под открытым небом. Здесь пройдет церемония открытия. На большом экране на протяжении всей фестивальной недели будут демонстрировать фильмы для публики самых разных возрастов. Своё участие на кинофестивале подтвердили Екатерина Шпицца, Андрей Смоляков, Ирина Пегова, Михаил Пореченков, Елена Яковлева, Евдокия Германова. Церемонию открытия проведут Анна Снаткина и Виктор Васильев. Конкурсная программа фестиваля состоит из международных и российских кинолент. Будут и вне конкурсные фильмы, посвященные Году памяти и славы. Это и анимации для самых маленьких зрителей. Запланированы ретроспективные показы кинолент выдающихся мировых режиссеров Ингмара Бергмана и Федерико Феллини. Сеансы пройдут также в кинотеатрах «Сокол» и «Космос». Расписание показов доступно на сайте кинофестиваля. Вход на все мероприятия ограничен. Связано это с противоэпидемическими мерами безопасности. Откроется фестиваль спектаклем-концертом «Магия музыки. Магия слова». В нем принимает участие Сергей Чунишвили, Даниил Страхов, Сергей Шнырев. Киномарафон в Оренбурге стартует фильмом-открытием «Поезд в Пусан-2. Полуостров. Производство Южная Корея». Это новости дня. Смотрите далее. Амброзия и горчак ползучий. Поля и городские улицы заполонили карантинные сорняки. В спортивном азарте. Наши спортсмены представляют регион на чемпионатах России по бильярду и тяжелой атлетике. Мы продолжаем и переходим к новостям экономики. По данным Росстата, за последнюю неделю цены на плодо-овощную продукцию в среднем снизились более чем на 3%. Причем за период с 11 по 17 августа 2020 года картофель упал в цене на 5%. Лук репчатый на 3,5%. Морковь и помидоры на 3%. Рис на отчетной неделе подешевел незначительно. Это можно объяснить началом сбора урожая. Однако обед в столовой, кафе или закусочной стал дороже на 0,2%. Одновременно зафиксировано повышение цен на свинину, баранину, фруктово-ягодные консервы для детского питания в среднем на 0,3%. Снова увеличились цены на гречку на 0,2%. Недели ранее наблюдался тот же рост. Среди продовольственных товаров заметно выросли цены на сахар-песок. Подорожание сахара на 1,5% и более отмечено в семи субъектах Российской Федерации. В том числе и в Алтайском крае и Курской области более чем на 2%. Нет стабильности и на валютном рынке. Актуальный курс основных иностранных валют от Центробанка России вы видите на своем экране. Под угрозой не только посевы, но и жители региона. Территория Оренбургской области – традиционное место распространения сразу нескольких видов карантинных сорняков. В их числе горчак ползучий, повелика и амброзия. Как специалисты борются с вредоносными растениями в черте города и за его пределами, расскажем в следующем материале. Детская площадка в степном поселке областного центра. Зеленая трава вокруг – это опасный сорняк амброзия трехраздельная. По словам специалистов Россельхознадзора, это растение вызывает у многих аллергическую реакцию. А если иммунитет ослаблен, пыльца амброзии может стать причиной астматических приступов. Поляны такой травы в черте города недопустимы. Земля, она в муниципальной собственности является, по любому счастью. Предоставлен акт, мы его передаем с фотографиями, передаем администрацию. Там, соответственно, предписываем убрать территорию. То есть, вот это же по факту, именно, скажем, этот участок. Три дня – это самый край. Потому что, ну, тем больше, такой вред, что тянуть. Всего с начала года сотрудниками Россельхознадзора выявлено 30 участков с опасными сорняками. Часть из них уже ликвидирована. Однако за пределами населенных пунктов ситуация сложнее. На полях произрастает еще один опасный сорняк – горчак ползучий. Вредоносное растение способно не только уничтожить посевы, но и заразить урожай. Подкарантинная продукция, которая может являться источником распространения карантинных объектов, может вывозиться с территории хозяйствующего субъекта только при наличии карантинного сертификата. И только на предприятия, а зараженная продукция только на предприятия, имеющие и обладающие технологиями по лишению этих семян жизнеспособности. С начала августа специалистами Россельхознадзора обнаружены два очага горчака ползучего – в Саракташском и Новосергиевском районах. В обоих случаях введен карантинный фитосанитарный режим. О социальных проблемах. Отсутствие туалетов в центральных районах – типичная история для российских городов. Оренбург – не исключение. На горячую линию ОРТ регулярно поступают звонки от местных жителей. Оренбуржцы сталкиваются с весьма деликатной проблемой. По словам людей, в областном центре не осталось рабочих общественных туалетов. Так ли это, расскажем в нашем следующем материале. Ну и по центру нигде нельзя сходить, как говорится, даже по маленькому. О таких проблемах не принято говорить вслух. Однако последнее время своеобразная чаша весов переполняется. Анатолий Учкин – водитель такси. Мужчина рассказывает, что за рулем проводит по 8-12 часов в день. А с началом летнего сезона остро стоит деликатная проблема. В центре города отсутствует возможность сходить в туалет. Заведение работало, можно было, как говорится, сходить по нужде. А сейчас, как говорится, с этой пандемией все закрыто, проблема создалась. Керпим, приходится терпеть. Выходим из положения. Вроде как все по-человечески. Куда сегодня сходить по нужде, если приспичат, непонятно. Раньше проблема решалась просто – походом в ближайшее заведение общественного питания. Решаем проверить старый испытанный метод. Правда, ни в первом, ни во втором случае попасть в туалет так и не удается. Здрасте. А можно в туалет пройти? Внутри, к сожалению, не пускают. Даже в маске и в перчатках? Даже в маске и в перчатках. Туалет не работает, это распоряжение Роспотребнадзора. Вспоминаем, что в центре города есть еще один вариант. На улице Краснознаменной располагается платный общественный туалет. Отправляемся туда и также не получаем нужный результат. Табличка на входе информирует о том, что заведение временно не работает. Оренбуржцы говорят, что проблему можно решить только установкой биотуалетов. Конечно, огромная проблема. Когда начальство перестанет ходить в свой служебный туалет и будет пользоваться общественным, тогда и все решится. Ну, если на данный момент, то вообще никак. Лучше биотуалет, конечно. Но над этим надо работать обязательно. Так же, как и с туалетом для животных, которые по городу ходят и портят все. Почему в центре Оренбурга не работает единственный платный туалет, не ясно. Получить комментарии администрации города нам так и не удалось. В пресс-службу мэрии направлен официальный запрос. Подробности в наших следующих выпусках. Вячеслав Кампо, Георгий Бурлуцкий. Новости дня. В Оренбурге продолжается реконструкция старинного здания, где жила семья Гагаринах. Дом первого космонавта постепенно начинает оживать. Но до окончательного результата пока далеко. Заказчик масштабных работ администрации Оренбурга. Сегодня глава города Владимир Ильиных совместно с председателем городского совета Ольгой Березневой осмотрели ход работ. Улица Чечерина, дом 35. Именно здесь первое время после свадьбы жили Валентина и Юрий Гагарины. Но здание признали аварийным. Требовался капитальный ремонт. Из городского бюджета выделено порядка 20 миллионов рублей. К работам приступили в мае. Первый этап реконструкции должен быть завершен к середине ноября. График производственных работ выполняется в соответствии. Проведено уже достаточно большие работы. Это и частичное штукатуривание фасады. Это полностью готовая электрика. Это уже выложили арки и заменили балки. Оренбургцы увидят в новом облике не только фасад здания, но и наполнение самого музея-квартиры. В планах задействовать все два этажа. Обстановку того времени дополнят экспонаты из фонда музея. А на первом этаже посетители будут встречать интерактивные экспозиции о космосе. Не только люди, которые приезжают, но и старшие поколения всегда ходят с большим удовольствием. Да и мы, наверное, все здесь присутствующие. Если будет именно музей выполнен так, как мы сейчас говорим, и будет новая экспозиция, мы все с удовольствием придем. На оформление экспозиции потребуется 9,5 миллионов рублей. Ранее эти расходы заложены не были. Прямо на месте глава города принимает решение совместно с корпусом депутатов поддержать инициативу, необходимую сумму выделить. Я думаю, что очень понравится Оренбургсам, потому что, конечно, то, что сегодня мы видим, подручающие последствия здесь, видно, системы не вкладывались много метров. Я думаю, что в ближайшее время у нас совершенно другой облик увидит. Наталья Мороз, Игорь Бероев. Новости дня. Красные дипломы, цветы и поздравления. Лучшие выпускники Российского государственного университета нефти и газа имени Ивана Михайловича Губкина получили долгожданные документы. Из-за пандемии церемония вручения прошла не так масштабно, как обычно, но не менее значимо. Подробности далее. 30-й выпуск специалистов нефтяной отрасли в Оренбургском филиале РГУ нефти и газа имени Губкина в год 90-летия учебного заведения. Это особые студенты. На церемонии лучшие из лучших. Те, кто все пять лет учился на хорошо и отлично и успешно представлял университет на олимпиадах и конкурсах. Престиж университета подтверждается высокой цифрой трудоустройства выпускников. По данным рейтингового агентства, более 90% молодых специалистов губкинсов сразу же трудоустраиваются. Среди них Астасия Петрушева. Девушка начала работать еще до окончания вуза. Был выбор пойти в наш также Оренбургский университет, но я выбрала губкинский, потому что это более престижный уровень. Он дает только светлое будущее. И когда приходишь на работу, именно нефтяная организация. Все ждут именно губкинские дипломы. И это не случайно. Оренбургский филиал является единственным на территории России подразделением Иргу нефтегаза имени Губкина. Сейчас это базовый вуз нефтегазового комплекса России. Университет входит в пятерку лидеров по востребованности выпускников. Заслуги образовательного учреждения Оренбургского филиала отмечены на государственном уровне. Нам очень приятно отметить, что в этом году, в год 90-летия университета, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин поздравил университет специальной телеграммой. И это накладывает большие обязанности на будущее как для университета, так и для Оренбургского филиала. А будущее университета есть. В первую очередь это успех выпускников. Надежда Венесиади. Все экзамены сдала она отлично и уже устроилась на работу по профессии. Но науку не бросит, заверяет девушка. Учиться не перестаю вообще. То есть, если человек закончил университет и пошел на работу, то учиться стоит и это нужно. Дальше поступать в магистратуру и на работе тоже достаточно очень большой объем информации, который нужно изучать. И учеба не заканчивается после окончания университета. Большинство торжеств в ВУЗе завершается возложением цветов к бюсту Ивана Михайловича Губкина, основателя советской геологии, инициатора и организатора высшего нефтяного образования в стране. Эта церемония не стала исключением. Ольга Энгельс, Георгий Барлуцкий, Новости дня. Далее в программе новости спорта. В Грозном проходит чемпионат России по тяжелой атлетике. Соревнования проводятся в строгом соответствии с санитарным нормам и без зрителей. Наша область представляет команда из восьми штангистов. И я передаю слово моему коллеге, спортивному обозревателю Анатолию Юденичу, который расскажет о ходе турнира. Спасибо, Михаил. В связи с тем, что в этот раз из-за карантина зональные соревнования тяжелоатлетов не проводились, финал чемпионата страны собрал в столице Чеченской республики небывалое количество участников – 272 человека. Сегодня на турнире третий соревновательный день. Традиционно первыми в борьбу вступают представители легких весовых категорий. Это вся женская часть Оренбургской сборной – Гизатова, Стуколова и Клубочкина. Спортсменки еще молодые. И учитывая конкуренцию на нынешних соревнованиях, им не удается побороться за высокие места. У мужчин в стартовом легком весе до 55 килограмм среди участников – 17-летний воспитанник областной школы Олимпийского резерва Ричард Янсен. В рывке он поднимает 92 килограмма, в толчке – 103. В последней третьей попытке Янсен идет на 108, но с весом не справляется. Если бы взял, то выполнил бы мастерский норматив и стал пятым. А так с суммой двоеборья 195 килограмм занимает седьмое место. В следующем весе до 61 килограмма выступает наша главная сила – шестикратный чемпион страны Павел Суханов. В рывке заказывает непривычно мало для себя – 110 килограмм. И первая же попытка – неудачная. Во второй – то же самое. Все объясняется позже, когда в разминочном зале над левой ногой Павла колдуют врачи. У Оренбуржца травма, растяжение или надрыв мышцы. И после консультации с тренером Евгением Панферовым Суханов снимается с соревнований. Чем открывает дорогу к чемпионству своему основному сопернику – кемеровчанину Олегу Мусохранову. Тот в отсутствие лидера предсказуемо становится победителем. С суммой 259 килограмм. Напомним, на февральском Кубке страны Суханов обошел Мусохранов, набрав 267. В Грозном еще выступят наши Фомин, Громов и Дегтярев. В Москве проходит чемпионат России по бильярдному спорту в дисциплине «Динамичная пирамида». Там трое наших – 15-летняя новотрочанка Алиса Прилепина и опытные оренбуржцы Олег Яркулев с Анатолием Дмитриевым. Главный фаворит мастер спорта международного класса Яркулев, пассейный на турнире под первым номером, начинает как в поговорке первый блинкомом. Сенсационно проиграв Челябинцу Айвазяну – 1-5. Приходится идти по нижней сетке без права на ошибку. И наш земляк справляется с ситуацией. Он обыгрывает соперников из Уфы, Москвы, Пензы. И в четвертом туре довольно уверенно берет верх на то же международником – москвичом Плотниковым. Теперь он в 1-8 финала, как и Дмитриев. А вот Прилепиной в 1-16 не везет. Жребий сводит ее с первой сеянной – самой Элиной Нагулой. Алиса в борьбе уступает 1-3. В целом выступление оренбуржцев неплохое. Прилепину остановила самая перспективная бильярдистка страны. А Яркулев с Дмитриевым, стартовыми поражениями здорово осложнив себе турнирный путь, собрались и пока не позволяют себе осечек. Завершится динамичная пирамида в воскресенье. Михаил. Спасибо, Анатолий. Мы продолжаем. Время для нашей постоянной рубрики «Зарисовка». Достопримечательности города, памятные места и любимые локации жителей и гостей Оренбурга глазами операторов телеканала ОРТ. Сегодня это храм Благовещения Пресвятой Богородицы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова И в завершении информация об отключениях. В связи с проведением ремонтных работ 21 августа с 9 и до 17.00 будет ограничена подача электроэнергии. Полный список улиц Оренбурга сейчас на вашем экране. Без света на время останется и садовое общество мирное. Весь день без электричества придется обходиться жителям поселков Холодной Ключи, Юной, 9 января и Горной. Энергетики приносят жителям извинения за временные неудобства. Информацию можно уточнить по телефону горячей линии 98 48 48.00. На этом мы завершаем наш выпуск. Оставайтесь с нами, впереди вас ждет еще много интересного. Также рекомендую посетить наш официальный сайт media56.ru. Там вы можете ознакомиться с этим и другими проектами ОРТ. Я же с вами прощаюсь. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok